Добрый день, коллеги! Спасибо большое за приглашение. Можно у меня пультик? Спасибо. Я уже, честно говоря, не знаю, что рассказывать. Уже рассказывала миллион тысяч раз, но расскажу ещё разочек. В нашем центре есть возможность оказывать телемедицинские консультации врач-врач. В нашем центре есть возможность выполнить референс патоморфологических, молекулярно-генетических и лучевых методов исследований. И в нашем центре с июля 2020 года заработал личный кабинет по вопросам консультации врач-пациент. Мы работаем с учреждениями третьего уровня, со всеми учреждениями третьего уровня. Городской онкологический диспансер на ветеранов с нами, в принципе, работает достаточно активно. За последнее время подтянулся и Ленинградский областной онкологический диспансер, очень активно с нами работает Вологда, Краснодар, Якутия. Поэтому по факту, не знаю, что врачам рассказывать, только желание должно быть у врачей использовать данный формат. Я сегодня сама, так как я являюсь заведующим отделением телемедицины, загружала документы пациента для консультации в Немидс Алмазова. Лично у меня это заняло 12 минут. Специально засекла, ничего сложного, нет абсолютно никаких проблем. Мне кажется, что в день абсолютно спокойно любой доктор сможет загрузить парочку пациентов, документов пациентов, которые очень интересуются и требуют именно телемедицинскую консультацию врач-врач. Можно загрузить не только в наши учреждения, можно загрузить также документы в Немидс Герцена, в Немидс Блохина. Никаких дополнительных действий делать не нужно, просто выбрать несколько учреждений из предложенного списка. В систему можно загрузить неограниченное количество файлов разных форматов. Если какие-то сложности с загрузкой файлов, мы идем навстречу. Анна Сергеевна Артемьева смотрит гистослайды, смотрит в пакс-системах специальных, если в них даны доступы. Точно так же, если необходимо, мы можем посмотреть и рентгенологические снимки тоже в специальных ваших пакс-системах, если вы нам даете на это доступ. Любой айтишник знает, как это делать, тоже как-то проблем нет. Был план у нас изначально 680 консультаций, в итоге мы попросили добавить нам консультации, поставили нам план в 1360 телеконсультацию, но мы уже давным-давно его перевыполнили. Более 2200 телемедицинских консультаций уже на сегодняшний день выполнено. Срок ответов 5 рабочих дней, мы стараемся. Буквально недавно я посчитала, кто же дольше всех у нас отвечает. Это специалисты отделения урологии и специалисты отделения опухоли кожи-кости мягких тканей. Все остальные специалисты действительно отвечают где-то в среднем за 4 рабочих дня. Специалисты по химиотерапии обычно назначают химиотерапевтическое лечение, расписывают схемы. Специалисты-клиницисты приглашают на госпитализацию в наше учреждение. Более 22% пациентов мы госпитализируем по итогам телемедицинских консультаций. С конца 2019 года в декабре месяце был сформирован референс-центр под руководством Евгения Наумовича именитого. С 58 учреждениями Российской Федерации на сегодняшний день мы работаем, в том числе и с удаленными организациями. Опять же, городской онкологический диспансер на ветеранов врачи с нами достаточно активно работают. Присылают нам материалы, за которыми мы приезжаем пациентов, за которыми мы приезжаем сами. Курьер приезжает за наш счет. Нет необходимости оплачивать курьера или посылать пациента к нам. С августа месяца мы выполняем иммуногистохимические исследования. Почти вся панель у нас присутствует. На сегодняшний день за счет средств УМС у нас нет только реагентов на ПДЛ-1. Все остальные виды мы выполняем иммуногистохимических исследований. Молекулярно-генетические исследования мы выполняем вообще все, даже те, которые не входят в систему УМС. Но это не значит, что нам надо присылать только те, которые не делают МИПС. Это значит, что нам надо присылать все, и те, которые выполняются по системе УМС, и те, которые не входят в систему УМС. На сегодняшний день, до конца 2020 года, директор института разрешил выполнять все молекулярно-генетические исследования. Что же для этого нужно? Для этого нужно направление по форме 057У. Обращаю внимание, уважаемые специалисты, что учреждение наше с 2017 года называется НМИЦ, а не НИИ онкологии. Достаточно частая ошибка, до сих пор все пишут НИИ имени Петрова. К сожалению, в НИИ имени Петрова отправить документы пациента невозможно. Можно отправить документы только в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России. Желательно впереди еще ФГБУ написать. Данный образец представлен на сайте. Почему-то некоторые врачи считают, что если стоит код МКБ-З, значит надо ЗЭТ и ставить. Абсолютно нет. Вы должны написать код МКБ, который положен у этого пациента. Д или С. Печати тоже, к сожалению, не все ставят. Почему-то считают, что личная печать врача не нужна на данном направлении. Данное направление является финансовым документом, поэтому обязательно на нем должна стоять печать врача. Если на печать заведующего я еще как-то могу закрыть глаза, то на личную печать врача, но никаким образом не могу я закрыть глаза. Значит, по таким направлениям мы выполняем молекулярно-генетические и гистологические и моногистохимические методы исследования. Для интерпретации лучевых методов исследования направление не нужно, потому что вы подгружаете документы в ту же самую телемедицинскую систему Минздрава Российской Федерации. Оплачивает телеконсультации те, которые по закону должны мы выполнить 1200 консультаций, оплачивает Минздрав Российской Федерации субсидии. Все остальные телеконсультации выполняются в рамках, как бы сказать, подарка организациям разного уровня, потому что оплачивать их может только директор института, из вне бюджета. Это принимается решение уже в конце года, имеется на это средство, либо не имеется. Соответственно, все врачи, наши специалисты на сегодняшний день отвечают бесплатно, не удлиняя сроки, не задерживая ответы. Они все молодцы, все отвечают очень-очень хорошо. Для пациентов очень часто врачи из региона спрашивают, как же пациент может к вам попасть, каким образом. Все очень просто, не обязательно дозваниваться по общему телефону, хотя по нему возможно дозвониться с 9 утра до 21 вечера. Каждый день и в субботу, и в воскресенье операторы работают. Можно заказать обратный звонок, тоже ничего сложного в этом нет. Для специалистов про телемедицину референс-центр представлено на сайте в разделе специалистов. Отдельно есть вкладочки для пациентов, соответственно, раздел для пациентов. Также в этом году мы стали пользоваться личным кабинетом, который регистрируется через портал госуслуг. То есть мы соблюдаем все возможные законы Российской Федерации. Идентификация и идентификация происходят через портал госуслуг. Пациент загружает данные, и наши врачи удаленно, платно, конечно же, потому что это уже не входит ни в какие финансирования Минздрава, наши врачи дают консультации. При таких консультациях через личный кабинет возможны заучные консультации у тех пациентов, которые у нас уже были. В течение года по тому же самому заболеванию можно получать консультацию тех специалистов, у которых пациент был очно. Если пациент не был в нашем институте, и, к сожалению, специалисты учреждений третьего уровня, онкодиспансеры, городские больницы с онкологическими отделениями не хотят каким-то образом врачи заказать телемедицинскую консультацию бесплатную и для пациента, и, соответственно, для учреждения, то пациент может направить свои документы на первичную заочную консультацию, но эта консультация не будет нести с собой смену диагноза и назначение лечения. Эта консультация будет только для понимания пациента о необходимости очного приема или, соответственно, о ненеобходимости очного приема. На сегодняшний день консультируют 25 врачей, не все специалисты консультируют, потому что это объем работы очень большой, заочная консультация стоит 5220 рублей. Также мы пересматриваем, интерпретируем снимки КТ и МРТ. ПЭТ-КТ при таких заоченных удаленных первичных консультациях врач-пациент мы не консультируем. В телемедицине исследования любые мы интерпретируем. Ну вот, в общем-то, все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Продолжение следует...